Ну что, друзья, всем привет! С вами Рик, который работает и кайфует в городе Санкт-Петербург. Итак, я взял автомобиль на 12 часов. Это не аренда, это сделка. Вот он у нас. Я вам сейчас его покажу. Буду катать эконом и комфорт. Комфорт плюс я могу подключить только в понедельник. Все, мне документы дали. Сейчас мы сделаем его обзор. Продолжение следует... Ну что, поехали! Итак, друзья, мои первые впечатления. Очень комфортно. Прям вообще, блин. Ездить одно удовольствие. Теперь я понимаю, почему людям, кто работает на комфорт плюсе, тяжело переходить в другие тарифы. Ну, я думаю, еще из-за пассажиров, соответственно. Единственное, что я тут посмотрел, блин, машина не проплесошена и, блин, тут не очень чисто. Надо будет салфетки им протереть. Вот. Ну, а так, в целом, кайф. Главное, не гонять. Вот. Это самое главное. Потому что тут штрафы за превышение. Ну, ничего, будем ездить, компенсионер, покатаемся. Вот. Ну, а сейчас пока идем отдыхать и где-то часов в 10-11 выйдем на работу. Все, друзья. Идем отдыхать. Итак, друзья. В общем, я поспал. Прекрасно себя чувствую. Время 11 вечера. И мы выходим на линию работать. Будем работать ориентировочно часов до 10. Вот. Так что на смене мы 12 часов. Посмотрим, сколько у нас получится поработать. И сколько заказов мы выполним. Будем катать комфорт и эконом. Комфорт Плюс у нас пока не подключен. Вот. Значит, мне надо заехать купить двухсторонний скотч, чтобы приклеить регистратор. Ну, так, в целом, я готов работать. Все. Кофеек, энергетик, водичка. Все. Огонь. Все. Ладно, ни качем. Итак, вышел на линию. Время 22.50. Вот. У меня все по нолям. 40. Приоритет. Рейтинг 4.90. Активность маленькая. Золото. О! Первый заказик. Принимаем. И двигаемся. Взяли мы его вызовы. Завершаем первый заказ. 14 минут. 454. Да. Итак, друзья. Завершили мы первый заказ. Значит, вот у нас уже приходит второй. Завершил я его. Взял его, оказывается, по экономам. Я не посмотрю, что у меня был включен. Все. Я переключился на комфорт. Выстрелился в сторону центра. Я сейчас нахожусь на Суздальском. А, значит, когда я стартанул, у меня было 154 тысячи 600 километров. Уже я 12 километров накатал. Ну, так примерно. Я вот сейчас точно не помню. Ну, чтобы потом зафиксировать, сколько у меня километров я проехал. И запах с хода 472 километра. Вот. Ну, самое главное, мне тут не гонять на нем. Иначе мне придут штрафы. Все-таки я решил по своей стратегии поработать. Буду катать мой район. И по делам Египти, наверное, скорее всего. Лучше я переплачу комиссию. И буду получать жирные, хорошие заказы, чем я буду катать, блядь, маргиналов сейчас, блядь, по окраине города, блядь, за копейки, когда будет весь центр гореть. Вот. Значит, комиссию мне оплачивать будут только вот эти 23% как-то поэффективному. Вот. А что касаемо сверху, это я уже сам оплачу. Ну, и ладно. Ничего страшного. Переживем. Зато, я думаю, хорошо заработаем. Ладно-ка, что, мы уже подъезжаем на второй заказ. Работаем. Сейчас второй заказ по комфорту. Ставим. Троечку. Ну что, друзья, я выполнил два заказа, блядь. И что вы думаете, блядь? Да, все произошло именно так. Вот я въехал в этот Киев-Рио старенький. Да, там, конечно, вообще мелочь. Вот. Там, блядь, полировка вообще у нас. И, в общем, не буду вызывать ГАИ, рискну. Оставил номер телефона под дворником. Буду ждать звонка от хозяина и договариваться. Ну, а в парке сколько посчитают, не знаю. Ну, всякое бывает. Вот меня с почином. Надеюсь, блядь, ну, владелец будет адекватно. Не вызовет, блядь, ГАИ там, что я типа свалил и так далее. Просто такая мелочь, блядь. У меня это вмятинка. Не знаю, сколько посчитают. Ну, в общем, вот так вот. Просто не почувствовал габариты еще. Не привык к машине. Так что, как-то так. Ладненько, что, едем дальше работать. Чувствую, я работаю сегодня, блядь, за бесплатно. И даже в минусе. Все, работаю дальше. Ну, в общем, если вызовут ГАИ. И меня лишат прав. То, ребят, моя карьера таксиста закончится. А вот. Ну, ДТП такое незначительное. Вот. И я не думаю, что оно меня там сейчас выбьет из колеи. У меня, в принципе, есть чем заняться. Буду мешки таскать. Вот. Ездить, блядь. На велосипеде, по-моему, и на общественном транспорте. Ну, ничего страшного. Всякое бывает. Так что, коэффициенты горят. На работу, ребят. Приехал я уже на Петроградку, рядом с Крестовским. По моему району комфорту ничего не дает. В итоге решил включить эконом. Буду катать эконом и комфорт. Ну, а что делать? Пока коэффициенты горят. Я просто, блин, я не хочу на окраину города ехать. Я не хочу, блядь, в какую-то жопу попасть, блядь. Там в какую-нибудь, блядь, Мурино везти, каких-нибудь маргиналов. Вот. Я вот этого, блядь, больше всего, блядь, переживаю. Потому что я знаю, что это такое. Какие-то там проблемы, блядь, начнутся с этими, блядь. С оплатами, блядь. В итоге решил, буду катать 7 километров в мой район, как катал на полике. Вот. Ну и посмотрим, что у нас получится по кассе. Вот. Потому что потом ехать пустым с окраиня или по делам выстраиваться в сторону центра. Вот. Я думаю, все-таки математика говорит о том, что надо попасть. По моей тактике работать. Это прям уверенно. Я думаю, там где-то 2-3 тысячи грязи у меня должно получаться. Вот. Ладно, что работаем. Мы не расстраиваемся, то, что у нас произошло. Такое ДТП. Это все так, фигня. Завтра считаемся со всеми за это. Ну и будем более внимательны. Вот. Но я понял, это произошло, потому что я переживал. То есть я переживал в плане не очень, там прям мандраж какой-то. Просто переживал за то, что автомобиль новый, все дела там. И надо просто ехать уверенно. Как я вот всегда на поло езжу, как бы, уверенно, не переживайся и все будет нормально. Вот. Так что вот как-то так. Конечно, в парке, наверное, охрене. Первый день взял автомобиль, блядь, и на втором заказе, блядь, уже, блядь. ДТП, блядь. Да. Ладненько, что, не расстраиваемся. Двигаемся дальше. Вот. Мы сейчас взяли заказ по экономам. С кэфом 2.53. Едем выполнять. Так, решаем третий заказ. Ехали 18 минут. Ставим двоечку. Потому что возмущался, что я не туда подъехал. А там нельзя стоять. Это на автобусной линии. Я, честно говоря, в шоке вообще от таких пассажиров, которые просто, ну, вот реально вызывают такси. Ладно, там где нет остановки, да, там, ну, запрещено. Там еще кое-как можно остановиться, быстренько его забрать и все. Но с левой стороны автобусная полоса кирпич. Двойная, сплошная. И получается это вот на перекрестке, где у метро, ну, пересечение Каменноостровского и Медиков. И просто, ну, мне возмущаются. Я вот там вот, типа, заказывал такси. Я говорю, а как туда можно подъехать? Никак. Там кирпич, там автобусная полоса. Я вообще в шоке. Надо, чтобы все-таки сделали в Яндексе эту тему. Там, где можно садиться, чтобы точку ставить именно там. Но если они это сделают, блин, пассажиров у нас будет очень много ходить. Очень много ходить. Потому что там, где остановка, там вообще мест практически нет. Поэтому как-то так. В Москве сделали такую тему. Но все равно там тоже иногда надо пройти где-то. Ладно. У нас пока что на балансе 1400, уже после вычета всех комиссий. Вот. Работать хорошо. Итак, друзья, время 3 часа ночи. У нас на балансе 3000 после вычета комиссии. Причем, блин, результат такой же, как в экономе, вот реально. А все почему? Да потому что мне, блядь, эконом приходится возить с кэфами 3. Комфорт не дает. Да и разница там, блядь, небольшая. 50, а то и бывает. Экономы дороже и комфортнее. Вот. Потому что я не могу долго ждать без заказов. То есть я работаю по своей стратегии. Мой район довез до окрая без заказов. Вернулся, грубо говоря, в центр. Встал на лень. Все. То есть вот так вот работает. Потому что я не хочу, чтобы меня куда-то несло. Что-то на курички. Так что вот так вот. Ну, в общем, у нас по идее, как мне сказали, я могу ее сдать в 11 часов. Вот. Но если мешки будут раньше, то я ее и раньше сдам. Вот. Плюс нужно будет еще разобраться с автомобилем. Вот. Так что... Как-то так. Такие дела. Блин. Что-то ничего не дает. Если в ближайшие минут 10 ничего не даст, то придется погибком взять. Такой милючок. Блин, у меня просто активности мало. У меня 28 всего. Поэтому надо набивать. Надо набивать. Ладно. Что, работаем дальше? Итак, на часах 6.30 меня занесло на Коменду. А все почему? А потому что по моему району ничего не давало. Я не знаю. Может, потому что у меня активность маленькая или приоритета мало. Вообще непонятно. В итоге я переключился на гибкие и взял заказ на Коменду. Вот. Ну, а сейчас мне на Петроградку ехать примерно 15-20 минут. Вот. Сейчас по пути, может быть, выхожу какой-нибудь заказ с маленьким кэфом. Ну, и дальше колесить. Ну, чувствую, скоро центр потухнет и будет окраина города разгораться. Но я без точки Б не могу работать просто поэффективному. Я готов переплачивать даже эти 3-9%. Лишь бы мне было, видно было, куда я еду. Потому что куда-нибудь на юг вообще желания никакого нет. Я работаю только по северу. Север. Все. Если восток, это максимум ладожский вокзал. Вот как-то так. Немножко меня так подрубает. Итак, друзья. Приехал я, блин, в центр. Конечно, когда я заказ брал, там рейтинг был 4,8. Я такой, ну ладно, все равно коэффициенты. И что вы думаете? Сразу понятно стало, почему такой рейтинг. Блин, девушка села и начала Айкос курить. Просто вообще вот, ну, без задней мысли. Типа это нормально. Я говорю, девушка, вообще-то машине нельзя курить. А я окошко открою и покурю. Я говорю, не-не-не, вообще не вариант. В итоге убрала, не стала ее высаживать. Конфликт. Раздувать. О, заказик. Ну, в общем, все отвез. Так что сейчас в центре работаем дальше. Ну что, ребят. У меня осталось где-то час до конца смены. Вот. Сейчас приехал опять на свое место ДТП. Вот. Уже 9 часов утра. Может быть, хозяин еще подойдет? Нет. Не подходит. По колесу стучал. Тоже не вышло. Ну, никак не среагировал. Ну, я также записку оставил. В общем, там получается чисто... Я замял номер и сломал с пластмасской. Ну, в общем, это... Когда придет, позвоним. Ну, созвонимся, порешаем. Вот. А здесь надо будет договариваться, сколько мне выставят. Не знаю, не знаю. Блин. Вот так вот меня с боевым крещением в К-плюсе, блин. Ну, не надо отчаиваться. Всякое бывает. Вот сейчас я сижу на заднем сиденье. Вот тут такие сиденья. О, кожаные. Блин, очень классно вообще. Прям по кайфу. О, как выглядит все. И сидеть очень удобно. Просторно. Прям. Вот. А багажник вообще огромный. Просто там два больших чемодана поместились. Еще две большие сумки. Ну, поменьше. Я прям офигел. На самом деле. Очень хорошая машина. Ну, я думаю, кто ездил, тот знает. Вот. Так что так вот. Ладненько, что, будем дорабатывать смену. Вот. И ехать. Сдавать машину. Вот. Ну и подведем итоги. Сейчас пару заказов сделаем. Ладно. Итак, друзья. Время 9.30. Я на просвещение. Еду заправляться. Мыть машину и сдавать. Потому что позвонил коллега. Сказал, что приехала уже одна машина. Мешки привезли. Вот. Сейчас, так сказать, собираем бригаду и идем дальше работать. Вот. Ну, немножко я, так сказать, восстановился. Но я думаю, будет тяжело. Вот. Надо будет еще заехать две телеги взять. И будет, я думаю, попроще на телегу. Вот. У нас будет три стажера. И, я думаю, мы справимся в шестеро. Вот. Тысяча триста пятьдесят мешков. Такой вот у нас план. Ладно, ничего. Двигаемся. Итак, мы заправились. Тут в парке обязательно нужно заправляться через таксометр. Заправились на тысяча шестьсот. Вот. А проехал я двести тридцать километров. Вот. Двести тридцать километров. Это мне хватило на, получается, на одиннадцать часов. Грубо говоря. Вот. Так что, такие дела. Ладно, едем на мойку. Итак, мои результаты. За рабочую смену. Вот карты у нас получились. Девять двести. Наличными тысяча триста. Вот. Комиссия. Комиссия парка. Но. Так как я. Будет. Будет другой у нас расчет. Потому что это зельный. Как я говорил раньше. Вот. Сделал я тринадцать заказов. Итак, друзья. Все. В общем, я помылся. Мойка убогая. Сейчас напишу, блядь, вообще гневный отзыв. Я потратил, по-моему, двести пятьдесят рублей. Или триста. Там надо посчитать. Просто давление нет. Ставлю ополаскиватель. Он шампунем вхигачит. Просто. Вообще. Очень долго думает. Блин. Я решил время не терять. И. Ну. Рядом заправка была. Аренда. Вот. Тележек. Вот. Сейчас загрузил. И. Здесь рядом с парком выгружу. И. Ваня подъедет. Мы загрузим. И поедем на мешки. Вот. Так что вот так вот. Сегодня солнечный день. Я в принципе бодрячком. Думаю. До вечера меня хватит. А потом. Отдыхать. Наверное до вторника. Такая вот штука образовалась. Продолжение следует.